Все больше игр выходят сразу на нескольких платформах, а у нас все чаще появляются кроссплатформенные топы. Вроде все логично. Вот и на этот раз наше видео будет интересно приверженцам любых ориентаций, вероисповеданий и увлечений. Хотя, если ты любишь нюхать чужие носки, то знаешь что, не смотри этот топ. Психи на канале нам не нужны. Republic Remastered Один из самых крутых эксклюзивов для iOS наконец-то добрался и до Android, и даже до ПК, с приставкой Remastered. Графику здесь действительно переделали конкретненько. Особенно постарались над крупными планами главной героини. Она, кстати, в самом начале игры попросит вас о помощи. Но разве можно отказать такой беззащитной красотке? А дальше будет очень интересно. Дело в том, что вся игра проходит с видом... Честно говоря, мы даже не придумали ему название. В общем, на все локации вы смотрите с охранных камер. Более того, в Republic есть два, так сказать, режима. Обычный, в котором вы просто указываете героине, куда идти. И хакерский. В нем изображение тускнеет, зато на уровнях начинают подсвечиваться все важные элементы. Мы ищем для Хоук секретные коды, отвлекаем охранников и открываем двери. Проводим разведку и тщательно планируем действия перед тем, как она куда-то двинется. Вы там смотрите, не подведите девчушку. SBK 14 SBK 14 однозначно придется по душе поклонникам мата-гонок. Все эти лицензированные спортсмены, их костюмы, байки и с дотошностью перенесенные в игру реальные трассы, очень сложно устоять перед таким набором. Что касается обычного игрока, ему здесь также будет довольно интересно. В SBK очень достойная картинка, пускай и с фотоэлементами по краям трассы. Зато игра не тормозит даже на откровенном шлаке. Владельцы шлака, пожалуйста. Также на трассе одновременно находятся около 30 гонщиков, поэтому накал борьбы здесь очень даже чувствуется. Если бы игра еще умела просчитывать физику столкновений, а мы могли бы устраивать массовые завалы, ей бы вообще цены не было. Кстати, впервые за всю нашу творческую жизнь мы наткнулись сразу на 9 возможных вариантов управления. И сразу же дадим подсказку. Выбирайте управление с гироскопом. А еще в перерывах между заездами вам будут демонстрировать вот таких приятных девушек. Что, уже качаете? Мы не сомневались. Фризби Форевер 2. А знаете такую студию, как Киллоу? Да, это те парни, которые сделали сабвей серферс. Так вот, Фризби Форевер 2 это тоже их творение. Ого, теперь-то вы заинтересовались, верно? Фризби это также убивалка времени, и у нее также очень красочная мультяшная картинка. На этом сходства, в общем-то, заканчиваются. Итак, мы прогнозируемо запускаем Фризби, после чего тарелка отправляется в длинный и очень эффектный полет. По пути она будет пролетать в живописные места, кружиться по трубам, а также натыкаться на всевозможные преграды, которые могут ослабить ее инерционную силу, и тогда она упадет. Это может произойти, если вы сильно уж отклонитесь от курса, который тут показывают более чем наглядно. Игре явно бы не помешали различные сетевые активности или хотя бы сравнение результатов с друзьями, но, к сожалению, ничего такого здесь нет. У Киллоу хорошо получилось передать ощущение скорости, летать здесь реально прикольно, но, к сожалению, игра довольно быстро надоедает. Red Baron War of Plains Разработчики этой игры позволили себе одолжить название легендарного симулятора, и это им прощать не хочется. С другой стороны, игра у них получилась неплохая и очень простая. Итак, летать в Red Baron можно лишь с видом от первого лица, и он тут довольно эффектен. Повсюду плохие парни, они для удобства пользователя подсвечиваются красными кружками. И союзники, эти светятся зелеными. Нажав свободное место левой части экрана, можно перезарядить оружие, а вот правое отвечает, собственно, за стрельбу. Также в левой части видим ползунок акселератора. Ну, а, собственно, летаем мы, используя гироскоп. О, честно говоря, у меня от игр с таким управлением всегда начинает очень сильно кружиться голова. Ща, пацаны, пару секунд. Если подсуммировать, то Red Baron получилась в меру симпатичной, с достаточным обилием уровней и простеньким геймплеем. Можно играть, можно пропускать. Баскетбол дуэл Многим из наших подписчиков, наверное, сложно это представить, но мобильные и компьютерные игры были далеко не всегда. В те далекие 70-е, 80-е и даже 90-е годы народ развлекался при помощи реальных настольных игр. Одно из таких настольного баскетболу и посвящена последняя героиня в нашем топе. Итак, вот вам поле с кучей воронок. Каждая имеет две цифры. Одна принадлежит вам, другая — сопернику. Да, в баскетбол дуэл нужно играть с корешем, иначе все это будет выглядеть, ну, очень странно. Итак, кто первый нажимает на правильную цифру, тот и пуляет мяч в корзину. Если вы со вторым игроком нажмете цифры одновременно, вам продемонстрируют прикольную анимацию. Накал сражений так высок, что лучше брать для этой игры гаджет попроще. Вы же не хотите нести в сервис свой iPad, верно? А какая игра понравилась тебе больше всего? Пиши нам просто под видео. Авторы наиболее трех крутых комментариев через неделю получат от нас не менее крутецкие наклейки. А вот победителем нашего предыдущего конкурса стал Александр Сторожук. Саня, пиши нам на игропарк.tv собака.gmail.com, и мы отправим тебе твой приз. Красочное руководство по игре Мир Танков.